Привет, дорогой зритель, и добро пожаловать на канал Китай в помощь. Сегодняшнее видео будет интересно автомобилистам, ведь вот в этой посылке к нам приехал автомобильный GPS-трекер. Собственно, моделька GPS-трекера меня привлекла хорошими отзывами на Алиэкспрессе, а также низкой ценой стоимость трекера всего лишь порядка 15 долларов. Согласитесь, за подобное устройство цена очень даже приемлемая. Давайте скорее его распакуем. Как вы можете видеть, продавец достаточно хорошо упаковал посылку. Собственно, трекер у нас идет в коробочке, и дополнительно эту коробочку продавец защитил пупырчатой пленкой. От нее давайте избавимся и взглянем на саму коробочку. Если честно, я пока понятия не имею, смогу ли я запустить эту штуку, и будет ли она у меня нормально работать. Но если все получится, могу сказать сразу, в подобной упаковочке трекер годится даже в подарок. Что ж, давайте открывать упаковку. И смотреть, что же в ней. Ага, а ждет нас здесь вот такое вот пластиковое изделие. Если честно, по фотографиям я думал, что оно большее. Собственно, это и есть GPS-трекер. Из него выходит три провода, черный это минус, красный, соответственно, плюс 12 вольт, а оранжевый провод сигнальный. Его подключать не обязательно, но если надумаете подключать и его, то подключается он к линии, в которой появляется питание, когда автомобиль заведен. Что ж, трекер давайте пока отложим в сторону, и посмотрим, что же еще у нас идет в комплекте. А в комплекте у нас идет вот такая вот клейкая липучка, и ее можно будет использовать, чтобы зафиксировать наш трекер в автомобиле. Что ж, мелочь, как говорится, а приятно. Также у нас идет инструкция. Ее наличие меня, если честно, радует. Давайте посмотрим. Ага, инструкция на английском языке. Здесь у нас все достаточно подробно описано. И вот это неожиданно. Смотрите-ка, здесь также есть страничка с русским языком. И вот это меня радует вдвойне. Если честно, у меня даже прибавилось уверенности в том, что я смогу завести это изделие. Что ж, давайте упаковку и все остальное отложим в сторону, и повнимательнее рассмотрим наш GPS-трекер. Итак, GPS-трекер наш имеет вот такую вот интересную форму, и эта форма обусловлена тем, что он у нас влагозащищенный. То есть, если правильно собрать его корпус после установки сим-карты, влага в него уже не попадет. А это значит, что установить его можно как внутрь салона автомобиля, так и за его пределы, например, в бампер. Ну и, конечно же, в вопросе установки вам может помочь тот самый скотч, который вы видели в упаковке. Корпус изделия, как я уже говорил, выполнен из пластика. С одной стороны гладкого, с другой стороны ребристого. Имеются у нас на корпусе два винтика для того, чтобы его можно было разобрать. Сам корпус я, конечно, миниатюрным назвать не могу, но его размеры достаточно скромные, и спрятать его куда-то в автомобиле, или даже в мотоцикле или скутере, я думаю, труда у вас особого не составит. Что ж, давайте углубимся в изучение этого изделия, а для этого нам нужно открутить как раз-таки те самые два винтика. И поможет нам в этом, конечно же, уже прижившийся у меня набор отверточек. Берём саму отвертку и крестовую насадочку. Отлично! Оба винтика мы открутили, и теперь можем снять крышку. И вот крышечка снята, и под ней мы можем видеть следующее. Здесь у нас имеется такая вот резиновая заглушка или резиновая прослойка, в которой есть отверстие под сим-карточку. То есть для того, чтобы установить сим-карту, вы можете эту заглушку не снимать, ну или можете снять, для того, чтобы заглянуть внутрь устройства. Мы это, естественно, с вами сейчас сделаем. Отлично! Заглушка снята. Винтики убраны пока в сторону вместе с гайками. И что же мы видим? Да на самом деле видим мы достаточно мало. Вся электроника у нас вставлена в пластмассовый корпус, и выходить из него она не собирается. Возможно, она туда вклеена. Ну, я думаю, нам туда забираться и не нужно. Ведь все, что нам необходимо, у нас доступно даже в таком виде. А, собственно, из необходимого. Первое, это у нас слот для установки сим-карт. Сим-карточки в изделии используются обычного размера, то есть мини-сим. Это вот такие вот сим-карты. На другой стороне платы у нас имеется вот такая вот прорезь, и я надеюсь, вам видно два светодиода. Один из них у нас отвечает за GSM сигнал. Это вот этот вот светодиод. А второй отвечает за GPS сигнал. И с режимами работы светодиода все достаточно просто. Если светодиод светится, значит сигнал сотовой сети пойман, либо пойман и спутники GPS. Если же какой-то из светодиодов мигает, значит соответствующая сеть находится в состоянии поиска. Впрочем, все это я вам, конечно же, в будущем продемонстрирую. Отлично. С нашим трекером, его внешним видом и органами управления мы вроде разобрались. Давайте теперь разберемся с сим-картой. Как заявляет производитель, этот GPS-трекер способен работать с сим-картами только в режиме 2G. Но при этом я буду использовать вот такую вот сим-карточку, которая поддерживает режим вплоть до 4G. Но при этом и обычный GPS сигнал она также поддерживает. Я акцентирую на этом внимание только лишь потому, что в некоторых странах в сим-картах уже отсутствует этот стандарт. То есть они перешли на более скоростные стандарты, а старенький стандарт позабыли. И вот такие вот сим-карты работать с этим GPS-трекером не будут. А с нашей сим-картой проблем возникнуть не должно. Ну и давайте установим ее в наш трекер. А устанавливается она как показано на рисунке. Здорово, смотрите-ка, сим-карта установилась. И наши LED-индикаторы начали мигать. А мигают они, конечно же, потому, что у этого GPS-трекера есть автономный источник питания в виде маленького литиевого аккумулятора. И я думаю, вы сейчас заметили, что не прошло и 5 секунд, как наш GPS-трекер поймал сигнал сотовой сети, о чем свидетельствует светящийся оранжевый индикатор. Ну, а голубой индикатор на данный момент мигает, так как я нахожусь в помещении. И здесь, конечно же, трекеру поймать GPS-сигнал очень сложно. Поэтому давайте сейчас я перемещусь ближе к окну, а точнее на подоконник, положу туда GPS-трекер, подключу его к внешнему источнику питания, и мы посмотрим, сможет ли он в помещении поймать сигнал спутника в GPS. Вот я и перебрался на подоконник. Итак, в качестве источника питания я буду использовать вот этот вот аккумулятор от источника бесперебойного питания. Подсоединять мы его будем с помощью вот таких вот крокодильчиков. Думаю, они достаточно удобны для этой работы. Чего не скажешь о съёмках с подоконника. Это, конечно же, немножко экстремально. Отлично, провода подключили. Давайте посмотрим, какое на них сейчас напряжение. Померяем их вольтаж. И, как вы можете видеть, сейчас на этом аккумуляторе аж 13 с небольшим вольт. Это как раз то самое напряжение, которое нам необходимо. И давайте подключим его к нашему GPS-трекеру. Отлично, напряжение я подал. Давайте установим сим-карту и посмотрим, сможет ли наш GPS-трекер поймать на подоконнике сигнал GPS. Отлично, сигнал сотовой сети он поймал. И теперь ждём. Здорово, наш трекер поймал сигнал GPS. И чисто по моим ощущениям, заняло у него это не больше одной минуты. Причём, опять же, напоминаю, он поймал сигнал GPS прямо в помещении, хоть и на подоконнике. И я думаю, это многое говорит о чувствительности антенны, которая установлена в этом трекере. Что ж, оставляю трекер лежать на подоконнике, ну а сам сейчас перемещусь обратно за стол и уже постараюсь показать вам, как настроить этот трекер и как с ним общаться. Итак, на данный момент наш GPS-трекер находится на подоконнике. Там он прекрасно ловит как сеть GSM, так и спутники GPS. И теперь мы можем приступить к его настройке. Ну а для настройки нам понадобится только смартфон, с которого мы будем отправлять смс-команды на GPS-трекер и контролировать их исполнение. В начале ролика вы, наверное, помните, что мне было достаточно боязно, что я просто-напросто не смогу настроить этот трекер, но всё на самом деле оказалось очень просто. И если бы не несколько ошибок в инструкции, на которые я натолкнулся, то освоение у меня заняло бы полчаса максимум. Ну а с той инструкцией, которую дам сейчас вам я, я надеюсь, что у вас это займёт ещё меньше времени. Итак, первое, что вам нужно сделать для того, чтобы ваш трекер заработал и впоследствии работал корректно, это прикрепить номер вашего основного смартфона к GPS-трекеру. Для этого вам нужно создать новое SMS-сообщение. В графе «Получатель сообщения» набрать номер вашего GPS-трекера, номер сим-карты, которая в нём установлена, и далее напечатать команду следующего формата. Первое – это номер вашего сотового телефона, затем без пробелов пароль вашего GPS-трекера. Он, кстати, из коробки представляет из себя не что иное, как 4 0. Далее обязательно поставить пробел и указать номер ячейки, к которой вы хотите прикрепить номер вашего телефона. Всего в GPS-трекере имеется 3 ячейки, ну и мы присвоим наш телефон первой ячейке. Далее отправляем сообщение и ждём ответную SMS-ку о том, что настройки приняты к исполнению. Далее, следующим шагом мы с вами сменим пароль с 4 0 на что-то более оригинальное. Для этого вам необходимо ввести команду 777, далее без пробелов новый пароль, который вы хотите установить, и далее без пробелов старый пароль, то есть 4 0. Также отправляем сообщение и ждём сообщение в ответ. Третьим шагом мы с вами установим часовой пояс для нашего GPS-трекера, чтобы он правильно и корректно отображал время. Для этого вам необходимо ввести команду 896, далее без пробелов новый пароль, далее без пробелов букву E или W, что означает East или West, то есть восток или запад. В моём случае, так как я живу в России, я выбрал букву E, то есть East, восток. И далее также без пробелов нужно написать номер пояса. Думаю, часовой пояс вашего города каждому известен. Опять же отправляем это сообщение, и ваш часовой пояс будет изменён на верный. А мы переходим к следующему шагу, и здесь как раз таки нужно остановиться поподробнее. В данный момент мы переключим режим работы нашего GPS-трекера. У трекера есть два режима работы. Первый это базовый и самый простой. Он заключается в том, что GPS-трекер будет с нами обмениваться SMS-ками. Мы посылаем ему запрос на предоставление координат, а он сообщает координаты, в которых как раз таки и зашифровано его местоположение. После этого вам необходимо будет просто-напросто нажать на эти координаты, после чего автоматически откроется браузер с Google-картами, на которых будет указано местоположение вашего трекера. То есть на самом деле в работе с GPS-трекером, по крайней мере в самом простом режиме, нет абсолютно ничего сложного, нет никаких трудностей. При этом также стоит учитывать, что в данном режиме сим-карта, которая установлена в вашем GPS-трекере, не будет расходовать интернет-трафик, а будет общаться с вами посредством обычных SMS-ок. Вы, конечно же, при этом теряете возможность постоянного и ежесекундного мониторинга местоположения вашей машины, но в любой момент, когда вам понадобится узнать, где она находится, вы сможете отправить SMS-команду и получить в ответ координаты и ссылку на карту. И, соответственно, для установления именно этого простого режима, вам необходимо отправить также SMS-команду. Первое – это цифра 700, затем без пробела ваш пароль, и далее отправить сообщение. Таким образом, мы переключим наш трекер в простой SMS-режим работы. Забегая вперед, скажу, что для того, чтобы переключить наш GPS-трекер на более сложный режим работы, который использует интернет-трафик и постоянно отображает свое местоположение на карте, вам необходимо ввести следующую команду – 710, и далее также без пробела ваш пароль. Отправляем, и теперь наш GPS-трекер переключен на сложный GPS-режим работы. Итак, на данный момент наш GPS-трекер работает в простом SMS-режиме, и давайте, наконец-таки, получим те самые заветные координаты, которые покажут, где же находится наш GPS-трекер. И для этого нужно запомнить самую главную, самую основную команду, которая выглядит следующим образом. Набираем в SMS-сообщении цифры 669, и далее без пробела пароль. Отправляем это сообщение, и получаем ответ, в котором содержится следующая информация. Первое – это ссылка на Google-карты с координатами, далее дата в формате год, месяц, день, далее временная метка, далее ID номер запрашиваемого устройства, далее видимость спутников, то есть в данный момент видит наш GPS-трекер спутники или нет. Буква А в SMS-ке означает, что он спутники видит, а буква В – то, что он их не видит, и, соответственно, прислал свое последнее местоположение, где он спутники видел. Далее в SMS указывается скорость, с которой в данный момент движется GPS-трекер, и последним пунктом заряд батареи, где 5 означает, что батарея заряжена полностью, а 0 означает, что, соответственно, батарея полностью разряжена. Соответственно, у заряда есть всего 5 градаций. Что ж, движемся далее. Давайте представим, что вам лень запомнить команду 669. Тогда для того, чтобы получить координаты с вашего GPS-трекера, вам необходимо сделать еще более простое действие. Просто-напросто позвоните с зарегистрированного номера на GPS-трекер. Если вы помните, первым пунктом настройки мы именно прикрепляли ваш номер телефона к GPS-трекеру. И то есть, если с этого телефона позвонить на номер нашего GPS-трекера, то в ответ он пришлет точно такую же SMS-ку, которую мы с вами только что разобрали. Согласитесь, это весьма удобно. Естественно, наш GPS-трекер может отправлять свое местоположение не только по SMS-запросу или по звонку. В нем прошито несколько умных алгоритмов, которые позволяют в случае наступления какого-либо события, также отправить вам свое местоположение. Это так называемые автотревоги. Итак, наш GPS-трекер после недолгой настройки может отправлять свое местоположение при сработке датчика вибрации. Кстати, да, в этом GPS-трекере присутствует датчик вибрации. И у него, правда, есть один достаточно серьезный, на мой взгляд, минус. Он дребезжит. Сначала я думал, что в моем GPS-трекере имеется какой-то конструктивный изъян, а потом я посмотрел фотографии внутренности этого GPS-трекера и понял, что там установлен датчик вибрации, в котором имеется маленький металлический подшипник, который замыкает контакты датчика. Именно он как раз таки вибрирует. Поэтому я думаю, что в будущем при езде по плохой дороге, если ваш GPS-трекер установлен в салоне, он может немного дребезжать. Но давайте вернемся к командам. Как я уже сказал, после настройки наш GPS-трекер сможет отправлять тревогу по датчику вибрации. Также он может отправлять тревогу по низкому заряду. Для этого даже не потребуется никаких настроек. Если аккумулятор GPS-трекера будет разряжен до критического значения, то GPS-трекер отправит вам SMS-ку с уведомлением о том, где он находится и о том, что его аккумулятор разряжен. Далее GPS-трекер может отправлять вам SMS-ки по превышению скорости. То есть, если скорость GPS-трекера превысила заданный вами лимит, то вам отправляется SMS-ка. Ну и кроме этого, также имеется оповещение по времени, то есть, каждый день в определенное время. Также по выходу из геозоны вы задаете область, в которой должен находиться GPS-трекер, и по выходу из нее он отправит вам SMS-ку. Ну и кроме этого, наш GPS-трекер умеет считать пробег. И если пробег превысит заданные вами значения, то он также отправит вам SMS-ку. Сейчас я вам показывать настройки всех автотревог не буду. Если этот функционал вас заинтересует, то настройки по нему вы найдете в инструкции. Но опять же напомню, в инструкции в некоторых местах присутствуют ошибки, поэтому, если вы хотите воспользоваться точной инструкцией, переходите в нашу группу ВКонтакте, я создам там отдельный пост, в котором будет полный перечень верных команд для вашего GPS-трекера. Ну и в принципе, приглашаю подписаться на нашу группу ВКонтакте, там будут публиковаться материалы, которые не вошли в видеообзоры. Ну а мы движемся дальше. Давайте теперь поговорим о сложном режиме работы нашего GPS-трекера, когда мы можем постоянно отслеживать его местоположение. Как я уже говорил, для того, чтобы переключить наш трекер в этот режим, вам нужно набрать команду 710 и без пробела ваш пароль. Естественно, после того, как ваш GPS-трекер перейдет в этот режим, вам нужно будет настроить интернет-соединение для вашего GPS-трекера. Для этого вам необходимо будет ввести команду 803, без пробела пароль, после пароля пробел, ввести APN вашего сервера, далее снова пробел, ввести имя доступа к вашей сети, после имени снова пробел и пароль вашей сети. В случае с сим-карточкой мегафона, команда будет выглядеть следующим образом. 803, 0, 0, 0, 0, пробел интернет, пробел G-дата, пробел G-дата. Ну и конечно же, на сайте вашего оператора, вы можете найти настройки интернета, конкретно под вашего оператора и под вашу сим-карту. Сложностей у вас это вызвать не должно. Отлично, теперь наш GPS-трекер настроен на работу в сложном GPS-режиме, и на нем настроен доступ в интернет. Следующее, что вам необходимо сделать, это открыть Алиэкспресс и написать письмо продавцу, у которого вы покупали GPS-трекер. Кстати, я покупал GPS-трекер в авторизованном магазине производителя. Именно этот авторизованный продавец может дать вам логин и пароль к доступу к сайту, на котором вы сможете без проблем отслеживать местоположение вашего автомобиля. Сайт этот называется точно так же, как и называется бренд нашего GPS-трекера, а именно Синатрек. Итак, вы пишете письмо продавцу, в котором указываете, что вам необходимы данные для доступа к сайту, на что он вас попросит указать ID вашего устройства. Ну а ID устройства написан на самом корпусе устройства, то есть просто-напросто пишите ему этот ID номер, и в течение суток, лично у меня это заняло примерно столько, он регистрирует вас на сайте Синатрек и дает вам логин и пароль. Но забегая вперед скажу, что логином как раз таки и будет ID номер вашего устройства, а пароль по умолчанию присваивается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну и соответственно уже после этого наше устройство полностью готово к работе в сложном GPS-режиме. И далее у нас есть два пути. Первое это скачать мобильное приложение, которое выпущено на Android и на iOS, и отслеживать местоположение нашего трекера на телефоне, либо открыть соответствующий сайт Синатрек, войти в свой аккаунт и отслеживать с компьютера. Естественно никто не мешает вам использовать оба варианта. Мой GPS-трекер, который сейчас находится на окне, уже настроен для работы в GPS-режиме. Кстати, активация GPS-режима не значит, что вы не можете отправлять SMS-ки и получать SMS-координаты обратно. То есть это просто более сложный режим, который не отменяет простого режима. Итак, давайте для начала я открою приложение и мы попробуем найти наш GPS-трекер. Выглядит оно следующим образом, давайте его запустим. Регистрации в нем уже не требуется, так как я уже вводил пароль. Нам необходимо только выбрать наш GPS-трекер и выбрать иконку Position, то есть местонахождение. Как вы можете видеть, приложение у нас на английском языке. Я думаю, это позволит каждому с ним разобраться. Что ж, нажмем на позиционирование. Отлично, нажали на нужную нам иконку и открылись карты Google. Вверху экрана мы видим информацию о нашем GPS-трекере. Так, например, мы можем видеть, что двигатель нашего автомобиля, к которому наш GPS-трекер даже не подключен, выключен. А это значит, что на оранжевый провод, о котором я рассказывал, не подается питание. Ниже в окошечке будет указан адрес местоположения нашего автомобиля. Далее, чуть ниже у нас указано время, дата, а также слово онлайн, которое обозначает, что наш GPS-трекер сейчас в сети. Ну и, естественно, сама карта. Как я уже сказал, карта от Google, а значит с разрешением, с качеством, с указанием улиц проблем у вас никаких не возникнет. И, естественно, у нас уже отобразился наш автомобиль. Ну, а точнее, иконка не автомобиля, а нашего GPS-трекера. Отлично, мобильное приложение прекрасно работает. Что ж, давайте теперь зайдем на сайт SinoTrack, также введем там свои данные и посмотрим, что покажет нам сайт. Итак, теперь у нас в кадре многим знакомый ноутбук, который я также приобретал в Китае. И на нем открыт как раз-таки сайт SinoTrack. И теперь, для того, чтобы полностью развеять какие-либо ваши страхи по поводу роботоспособности этого устройства, я возьму с подоконника наш GPS-трекер, закину его в свой автомобиль и сделаю кружок по району. Ну, а вы сможете последить за мной, причем сразу с двух девайсов. Итак, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здорово, дорогой зритель! Вот я и вернулся с моей импровизированной установкой. И как я вижу, судя по тому, что у меня сейчас на экране ноутбука и моего смартфона, все у нас получилось. По поводу того, в каких условиях я испытывал этот GPS-трекер. Лежал он у меня на задней полке, то есть под задним стеклом. Ну, а в зеркало заднего вида я контролировал его работу. И ни разу голубой светодиодик у меня не погас, связь со спутниками всегда была уверенная. Причем только посмотрите, сейчас я нахожусь в глубине комнаты и даже здесь он ловит сигнал GPS. Это меня на самом деле очень сильно удивляет. Кроме этого, я думаю, вы заметили, что машинка у нас цвет поменяла. А все потому, что когда я сел в машину, я просто-напросто подключил оранжевый провод к нашему проводу питания. И наша система подумала, что мы завели автомобиль. И, соответственно, таким образом она среагировала цветом, отобразила, что наш автомобиль заведен. Вот сейчас я отключил оранжевый проводник и наша машинка снова стала серой. Что ж, очень я рад, что все у нас работает и все в нашем эксперименте получилось. Так что давайте подводить итоги. Итак, подводя итоги, скажу, что я несказанно рад. Я заплатил за это устройство 17 долларов. И за эти 17 долларов я получил полностью рабочий GPS-трекер с огромным функционалом, который хорошо и уверенно ловит спутники. Причем, как вы можете видеть, ловит он их даже в помещении. Этот GPS-трекер очень прост в обращении, очень прост в подключении и дальнейшей установке. При этом в комплекте у него имеется все необходимое, включая инструкцию на русском языке. Кроме этого, GPS-трекер имеет влагозащиту и может устанавливаться даже в тех местах, куда выпадает влага. Поэтому свою покупку я считаю весьма удачной. Как вы могли видеть, мы смогли отследить мое местоположение и со смартфона, и с ноутбука, а значит с любого персонального компьютера, который подключен к интернету. И где бы он ни находился. Естественно, такое устройство, как и все подобные, не гарантирует, что ваш автомобиль, мотоцикл или какая-либо другая техника будет полностью защищена от угона. Но согласитесь, она очень даже нехило повышает ваши шансы найти автомобиль или другую технику после угона. Ведь устройство маленькое, его легко подключить к бортовой сети и спрятать куда-то, тем более оно имеет встроенное внутреннее питание. И даже если ваш автомобиль будут увозить куда-то на эвакуаторе, предварительно обесточив, это маленькое устройство все равно в течение определенного срока будет работать и исправно отправлять вам координаты вашего автомобиля. Ну а стоит ли дополнительный шанс разыскать вашу технику, и стоит ли ваше спокойствие 17 долларов, решать естественно вам. Я свое решение принял еще до того, как начать этот обзор. И очень рад, что в конечном итоге не ошибся с выбором модели и производителя. Устройство годное, и я могу смело вам его рекомендовать. Естественно в описании вы найдете ссылочку на проверенного продавца, а точнее на авторизованного продавца от производителя. Естественно рекомендую вам приобретать этот GPS трекер, если вы решите сделать такую покупку именно у него, так как именно этот продавец сможет вам в будущем дать логин и пароль для входа на сайт CineTrack. Также в описании вы найдете характеристики этого изделия, и что самое главное, время автономной работы от аккумулятора. Его я проверю чуть позже. Ну а как я уже говорил до этого, все команды к этому GPS трекеру вы сможете найти в нашей группе ВКонтакте. Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Подпишитесь на группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новости. И на этом у меня пожалуй все. Всем пока!